Казалось бы, что может быть страшного в столь простом и искреннем выражении эмоции, как улыбка? Однако, когда видишь улыбку на лице человека, который погубил не один десяток жизней, причем не без удовольствия, начинаешь задумываться, какие жуткие мысли в данный момент бродят в голове убийцы. И сразу становится как-то не по себе. Канал «Интересные факты» собрал улыбки самых известных и безжалостных маньяков, убийц и психопатов. Джавид Икбал Пакистанский серийный убийца, по собственному признанию убивший около ста детей. Большинство его жертв были беспризорниками или сиротами. И именно так Икбал, как он заявил, пытался привлечь внимание общественности к тяжелым условиям, в которых жили дети. В 1999 году его арестовали. Судья приговорил его к такой же смерти, которой умерли несчастные жертвы Икбала. Его должны были повесить, расчленить, сварить в кислоте. Но маньяк совершил самоубийство в тюрьме. Андрес Беринг Брейвик Норвежский националист и террорист, организовавший взрыв в центре Осло и нападение на молодежный лагерь, правящий Норвежской рабочей партией в 2011 году. В результате его атак погибло 77 человек. Брейвик сознался в преступлениях, но виновным себя не признает. Он заявил, что считает свои действия ужасными, но необходимыми для норвежского народа, так как через 10 лет этнические норвежцы будут составлять меньшинство жителей Осло. Из-за иммигрантов был признан вменяемым, виновным и приговорен к 21 году тюрьмы с возможностью неограниченного продления срока. Ричард Рамирес Американский серийный убийца по прозвищу Ночной Сталкер, убивший 14 человек. В детстве стал свидетелем убийства. Его брат застрелил свою жену. Кровь даже попала на лицо юного Рамиреса. Еще в школе начал принимать наркотики. Отличительной особенностью этого убийцы является то, что у него не было типажа жертвы. Он убивал и насиловал совершенно разных людей. Был приговорен к смертной казни в газовой камере, но так и не дождался исполнения приговора. Умер в возрасте 53 года от печеночной недостаточности. Педро Алонсо Лопес Колумбийский серийный убийца по прозвищу Монстер Ант был признан виновным в убийстве 53 человек, но есть данные, что число его жертв составляет около 350. Пережив в детстве насилие и истязания, Лопес насиловал женщин, а затем душил их. Был пойман на месте преступления, во всем сознался и показал место, где закапывал трупы. Через 16 лет тюремного заключения был переведен в спецлечебницу в Колумбии и отпущен на свободу за примерное поведение и сотрудничество с полицией. На данный момент местонахождение Педро Лопеса неизвестно. Чарльз Мэнсон Американский преступник и убийца, лидер коммуны, семья, которая в 1969-м совершила ряд жестоких убийств, в том числе убив и находившуюся на девятом месяце беременности жену режиссера Романа Полански. Дэвид Берковиц Прозван сыном Сэма Из-за того, что по его признанию, все убийства он совершал по велению своего соседа Сэма Карра, который передавал свои приказы телепатически. Своих жертв расстреливал из пистолета, был приговорен к 360 годам тюрьмы, позже признался, что совершал преступления из-за половых комплексов. Артур Шоу Кросс Американский серийный убийца по прозвищу «Убийца с реки Дженеси». Его во время службы во Вьетнаме врачи признали психопатом. Отсидел 15 лет за похищение, изнасилование и убийство двух детей. Выпущен за хорошее поведение. Вскоре стал снова убивать, на этот раз проституток. Как он говорил, за плохое обслуживание. Был приговорен к 250 годам лишения свободы. Умер от сердечного приступа в тюрьме. Андрей Чикатило Советский серийный убийца, убивавший женщин, юношей, девушек и детей с особой жестокостью. За 12 лет его жертвами стали 53 человека, и это только доказанные убийства. По оперативным сведениям, число его жертв могло быть намного больше. Был арестован в 1990 году и казнен выстрелом с отылок 4 года спустя. Похоронен в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы. Джон Уэйн Гейси Убийца-клоун Был признан виновным в убийстве 33 юношей и мальчиков. Один из самых жестоких убийц Был уважаемым и почитаемым гражданином, Трудолюбивым и усердным работником. Какое-то время работал клоуном на детских праздниках. Именно Гейси стал прототипом Клоуна в известном романе Стивена Кинга «Оно». Верри Итхам Хенан Сайя Индонезийский серийный убийца признался в убийстве 11 человек. Его дело широко освещалось СМИ из-за особой жестокости, с которой совершались убийства. Верри был арестован в 2008 году и приговорен к смертной казни. Его также называют «поющим убийцей». После ареста Верри развлекал своим пением сокамерников, журналистов и судей. Рэнди Стивен Крафт Американский серийный убийца был обвинен в убийстве 16 юношей и мальчиков. После ареста был найден зашифрованный список жертв из 67 человек. В данный момент сидит в тюрьме и дожидается смертной казни. Родни Алкала Еще один американский серийный убийца, которого можно назвать харизматичным. Точное число его жертв неизвестно. На улике говорят о том, что их может быть около 130 – женщин и маленьких девочек. Участвовал в телешоу «Игра знакомств», где очаровал всех женщин и был выбран главной героиней телепрограммы из трех соперников. Правда, на свидание с ними участница все-таки не пошла. Родни Алкала много раз избегал правосудия. На данный момент сидит в тюрьме и дожидается смертного приговора. Тед Банди Американский серийный убийца, признавшийся в более чем 30 убийствах молодых женщин и девочек. Точное число его жертв намного больше. Внешне Банди внушал доверие и симпатию своим будущим жертвам, поскольку получил прозвище «Харизматичный убийца». Был казнен на электрическом стуле в 1989 году. С вами был канал Интересный. Интересный. Интересный.